итак друзья мои всем большой привет в общем прошло три дня у нас с того момента 3-4 даже уже до с того момента как я начал делать вино скажем так что у нас сейчас происходит в общем вот такие периодически помешивают додавливал там виноград и видно уже нужно он со вчерашнего дня начал постепенно бродить сейчас уже вообще хорошо видеть поднялась кверху вот это вот мезга постепенно тут уже запах такой соответствующий прям право но сшибает это очень хорошо но я еще не знаю видите вы не видите там пузырьки местами поднимаются в общем здесь все хорошо и обошлось даже без изюма то есть я планировал сюда изюм немножко добавлять чтобы брожение активировать но к счастью он начал пройдет даже без изюма это очень хорошо сегодня еще пока мезгу не буду снимать я еще раз все перемешаю и возможно вечером начну постепенно отсюда снимать мезгу а освободившись место займу вот видите у меня тут баночки тут баночки тоже с виноградом с мятом но он пока еще не забродил ну во первых тут этих баночках объем меньше а кроме этого и сегодняшняя среда ну вот эту кегу я в субботу уже поставил баночки поставил только в воскресенье в середине дня то есть тут как бы на полутора суток но приблизительно срок меньше получается то есть в теории они может быть начнут там бродить но в какое-то ближайшее время но в любом случае отсюда буду постепенно снимать мезгу наверное вот сегодня вечером там завтра утром еще там через какое-то время в течение там двух-трех дней и эти банки туда будут добавлять таким образом я как бы здесь останется до масса нужно и баночки это уже высвобожу потому что с ними с баночками долго тоже нельзя возиться тут может он начать просто плесенью покрываться кроме этого что еще хотел сказать вот в процессе брожения сейчас я часть мески сниму я обязательно попробую на вкус какой он если он уже про суслы кислым становится я еще добавлю сюда сахар и потому что брожье дрожжи им же надо чем-то питаться чтобы бродить они вот сейчас как раз выедают тот сахар виноградные которые есть и потом нужно будет им еще сахар добавить то есть условно если его не добавлять то я думаю получится сухое вино как-то так делал я сухое вино не очень люблю кроме этого еще когда вы сахар добавляете вы повышаете вот этот потенциальный градус вина условно крепкость но она тот в любом случае не очень большая будет здесь будет наверное где-то 5-6 градусов может быть когда сахар добавляю что может быть 67 градусов может быть 8 что-то в таком районе мы есть вообще этот спиртометр типа такой градусник который окунается но если честно я ему как то и не очень доверяю так что ну вот на третий на четвертый день видите процесс у нас пошел вот тут даже видно если раньше здесь такая равномерная масса была сейчас вы даже видите вот здесь некоторых местах видно что там кого бродит все и он начинает рыхлиться вот через значит наверное два-три дня я вам сделаю еще одну видюшку покажу что в итоге там получается дальше